Всем привет! С вами Сергей Чураков и Игорь Попов. И сейчас мы покажем в этом видео, как активировать площадку торговую Springboard и как выставить первый товар. Игорь, нажимай Product. Так, нажимаем. Springboard. Springboard. Ниже опускай страницу. Значит, здесь написано Step 1, Step 2 и Step 3. По-хорошему, вам надо ознакомиться с документацией в шаге первом, в шаге втором. И в шаге третьем надо заполнить анкету, то есть там ответить на вопросы, с которыми вы ознакомились в первых двух шагах. Значит, на третьем шаге нажми на ссылочку под Step 3. Видео останови. Чуть-чуть ниже опусти и все, остановилось. Значит, здесь тебе надо ответить на вопросы, то есть поставить галочки. И внизу нажать на кнопочку «Далее». Значит, как ответить на эти вопросы? Я тебе сейчас скину шпаргалку, и ты прям по образцу на шпаргалке поставишь галочки. Итак, продолжаем. Игорь заполнил анкету. И внизу нажимаю на кнопочку «Submit». Так, ниже листай страницу. Здесь надо ознакомиться. То, что ты ознакомился. И надо ввести свои инициалы. То есть вводишь имя и фамилию на английском языке, как ты регистрировался. То есть фактически мы здесь подписываемся под этими данными, под этой информацией, которая сейчас представлена. Вот. И сразу скопирую имя и фамилию, потому что в нескольких местах надо будет вставлять. Ctrl-C. Хорошо, поехали дальше. Да, Subbit. То есть здесь сказано, что на пакете Prime комиссию мы платим 3%. На SOS же 2,5%, а на Excel 2%. Это у нас берет компания Infinii с продажи. А мы соглашаемся. Да. Здесь опять инициалы вставляем. То есть здесь показан пример, сколько денег там можно заработать. И здесь также инициалы вставляем. И здесь также. И здесь инициалы, да. То есть фактически эти данные, слайды, они представлены из слайдов маркетинга плана. Там и повторение идет. Это полезное видео. Потому что с чего-то надо начинать, надо знать это делать. Да, здесь надо везде галочки поставить. Ниже написано, введите полное имя, введите целых сигнатур. То есть имя, фамилию, да. И нажимаем Submit. Все. Таким образом мы сейчас активировали в кабинете площадку Springboard. У тебя, видишь, написано 15 наименований, 15 товаров ты можешь взять. И давай возьмем эти товары. Давай. Значит, вверху, на этой странице, влево ты не трогай ничего. На этой странице, вверху, Prime, это название твоего пакета. Report, там будет отчетность после продажи. SingParty Products, здесь ты выбираешь свой товар. И крайняя правая кнопка, это SingParty Reports. Это то, что ты уже выбрал. Ну, сейчас ты еще ничего не выбрал, поэтому, да, нажимай вот эту кнопочку. И сейчас выберем какой-нибудь товар. Значит, из рекомендации, с чего выбирать, бери тот товар, который уже... Хоть ближе. Ну, ближе к завершению, к распродаже. Полный. Сразу несколько товаров, допустим, три штуки, можно взять? Можно три, можно хоть все одного и того же. Ну, я, например, лично сам взял каждой позиции по одной штуке. И практически там уже у меня все продано. Это тоже можно взять. Да, можно это взять. То есть, здесь товара много довольно-таки. Вот, 72 штуки из 144. Вот, чуть повыше. Буквально днем этот товар мы выбирали на вебинаре. И там было... При нас было 11, потом мы купили 4 штуки. А спустя несколько минут стало 36, а сейчас уже 72. То есть, это сейчас распродается. Нажимаем кнопочку Buy This Product. Здесь сказано о том, что у тебя нет еще кредитов для покупки. И написано Please purchase credits. Нажимаем на это слово. И переходим на страницу, где мы приобретем сейчас кредитов. Кредитсы и доллары идут в пропорции один к одному. То есть, вверху выбирай селекцию credits. Выбирай маленькую сумму за 15 долларов. Потом в любой момент можно докупить, если не хватит. Здесь твои данные. И ниже листай. Они уже заполнены, данные. Ниже листай, там до карточки. Payments Details. Выбирай тип карты. Так, здесь, подожди. Пирс. Еще выше выбери сначала Please select card type. Visa либо MasterCard. First name, имя. То есть, номер. Имя. First name. Твое имя. Подожди. С карты жены могу? Можешь. Пиши имя жены. На сегодня ограничений пока еще не было, чтобы владелец аккаунта соответствовал владельцу карточке. Пока это все проходило. Зачем ты пишешь фамилию? Там написано first name. Это имя. А ниже last name. Фамилию пишешь. Ниже card number. 4. До свидания. 5. 5. 5. 1. 6. 7. 7. 9. 11. дальше обрати внимание на дату до году на да то есть вот мы указываем 4 цифры то есть месяц месяц косая черта год полностью 2000 так вот вы сидел сюда ну и цивили код наоборот на стороне карты сергей и это я это все закрою конечно и purchase жмем кнопку все написано кредит перчаток не листая не листай на зеленом фоне написано кредит перчаток сукси фаре то есть мы купили кредит и успешно то есть успешно совершили покупку теперь стрелочку назад нажимаем переходи на предыдущую страницу так видишь здесь у тебя уже немножко поменялось это мы выбрали предыдущий товар который мы хотели купить здесь написано третью строчку сверху читаем уровень и правил кредит то есть у тебя 15 кредит дальше не надо нажимать это мы если хотим больше пополнить дальше юнит прайс по прайсу это 54 цента стоит здесь количество пишем я пишу 55 дальше галочку надо ставить не на 1 а на 2 до на 2 это мы указываем чтобы amazon за нас ой в общем компания за нас продала дальше следующая строчка косты юнис это то что комиссия вперед с нас компания 35 центов и мини следующая строчка в скобочках минимал минимум рецепрайс реквест из 772 то есть вот это 772 это рекомендуемая минимальная цена по прайсу прям перед цифрами копирую и вставляю вместо нуля то есть данный товар по минимальной цене по 772 будет продано ниже написано total cost это твои затраты 445 и нижняя строчка 1055 этот твой баланс после покупки останется и и нажимая кнопочку саду один раз нашим нашим выше подымит страницу на зеленом фоне написано резерве царя суксифаре то есть товар успешно зарезервирован теперь возвращаясь назад на стрелочку назад нажимай и вопрос сразу для пользователей и для меня 1055 это с одного товара будет или со всего 1055 это твоя цена это не цена это количество кредитов в долларах которые у тебя остались а а старт пони 445 это то что ты потратил на покупку 5 товаров по 0 54 так возвращаемся назад да так а 7 чем то там было это надо помножить на 5 будет 35 проект я правильно понимаю и опять еще комиссионные компании в начале там много еще но вот так можно взять тоже я вот эти опять возьму бери бери там правда еще 1453 еще 700 но ничего там его раскупят потому что первые всегда почему-то ценится потому что первые всегда почему-то ценится так все и возвращаясь стрелочку назад еще что может быть может посмотреть на других страницах а товаров давай оставь паузу я сейчас выберу выбираем третий товар я раскидываться не буду по одному везде делать я сделаю по 5 покупок каждого товара я вижу где хорошо где плохо и все и нажимаем на кнопочку пишем 5 хватит нам нет денег да еще 2 доллара осталось да видишь а с этого товара цена по прайсу уже побольше даже вот этот лимит у нас дается на месяц правильно 15 товаров да на месяц а если человек заходит на более высокий пакет то у него гораздо больше лимитов правильно да там побольше покупаем да покупаем все мы купили товар сколько нам надо и 2 доллара еще осталось ну давай еще попробуем эти 2 доллара реализовать давай посмотри на других страницах может что нибудь еще найдешь на второй странице гораздо меньше успеха вот это вот может вот этот девушка что мы выберем что мы выберем 4 штуки получается у тебя там 2 доллара 2 доллара а 3 штуки наверное наверное ну попробуй 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 2-3 штуки пройдет значит пройдет давай 2 сделай пусть лучше остаток останется чтоб нам не переделают может 3 попробуй попробуй еще там 50 центов что они болтаться будут если пропустят значит пропустят пропускает нет не пропускает значит только 2 2 так заполнили так осталось 50 центов так значит то есть попробуем по факту у тебя получилось 3 раза а ты там не везде по 5 да? получилось да? да все получилось 3 раза по 5 и 1 раз 2 ну да все получается я думаю 100 долларов набралось по конечной цене да там побольше набралось да и бывает так что система пропускает чтобы можно было еще закат что-нибудь купить то есть как у меня получилось то есть я взял на 30 долларов то есть 2 раза по 15 смотри прошло и там смотри сергей 109 это что такое? не знаю что это такое долларов да скорее всего возможно 109 долларов что эта цифра означает я не готов сказать не удавался написано и здесь не написано 15 я думаю что это валовый доход может быть хорошо тогда на этом все заканчиваем или что еще покажем? давай еще покажем вернись на на предыдущую страницу и в самый верх подыми страницу это вторая страница в самый верх подыми в самый верх еще выше и нажми на последнюю кнопку да на этой странице ты увидишь товар который ты только что зарезервировал а вот да и с правой стороны там есть кнопочка cancel my purchase вот когда она серенькая всегда можно вернуть товар то есть если если кнопочка серенькая если кнопочка станет другого цвета отличная от серенького цвета значит данный товар будет уже продан и вернуть деньги назад уже не получится если вы хотите вернуть назад эти деньги вот если товар не уйдет то нажимаете на cancel my purchase, деньги возвращаются и идете опять, можете на освободившиеся деньги выбрать другой товар. Еще вопрос. Следующий пакет, кроме 50, который идет, сколько он? На сколько долларов? На 150 долларов следующий пакет. А сколько можно купить товара при этом? Там 30 товаров можно взять. Так, в три раза больше цена, но в два раза больше всего можно купить товаров. Там, видимо, сумму почву затратить, правильно? Ну, те следующие пакеты не имеет смысла в самом начале брать, потому что на первых порах придется много действий сделать в ручном режиме, везде зарегистрироваться на разных сайтах, разные карточки придется заказать, придется подождать определенное время, чтобы эти карточки пришли, потому что нам нужно будет еще увязать все карточки между собой, там с PayPal еще разобраться. И на это все уйдет время. И надо будет еще прокачать аккаунт на eBay, потому что на все про все уйдет порядка трех месяцев примерно, говорят. И как раз к тому моменту уже начнется у тебя нормальная торговля, начиная с нуля, и дальше имеет смысл переходить на более продвинутый пакет за 150 долларов. Опять-таки, если строишь сеть, то на определенном уровне, там, чтобы по маркетингу все получать, тоже придется перейти на более продвинутый пакет за 150 долларов. Вот у меня спонсор, Лилия, она как раз уже перешла на более продвинутый пакет. Там, по условиям маркетинга, ей пришлось это сделать. Сергей, у меня написано в скобочках 15 и здесь 15, хотя я потратил 17. То есть 17 товаров купил, да? Да. Ну вот, я говорю, практически как у меня. У меня получилось приобрести 15 и еще 19 сверху. И где написано в скобочках, у тебя 15 left, у меня теперь написано минус 19. То есть почему-то система в первый раз она пропускает. И можно еще почему-то приобрести. То есть если хочешь, можешь еще закинуть 15 долларов этих кредитов. И чего-нибудь еще взять. То есть если есть желание, можно попробовать. На этом все или что? Да, на этом все. С вами были Игорь Попов, Сергей Чураков. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До скорой встречи в следующих видеороликах. Всем пока-пока.